Когда-то давно я был маленьким, вот таким. И тогда по телевизору показывали подводные детей у команды Кусто. Там французский дяденька в красной шапке и с большим носом надевал акваланг и погружался под воду. А там был совершенно другой мир, как из фантастических фильмов. Такого не показывали, в принципе, больше нигде. И ничего подобного даже не было. И вместе со своими родителями мы с открытым ртом вместе сидели и смотрели это просто как что-то фантастическое. Потом передача заканчивалась, и я, впечатлившись, начинал мечтать, что вот я сейчас одену акваланг и пойду на встречу неизведному покорять морские клубины и какие-то пучины. Потом, конечно, я включал по видику какой-нибудь фильм с Ван Дамом и думал, ладно, нафиг акваланг, хочу быть как Ван Дам. Но я немножко подрос и, слава богу, Ван Дамом я не стал. Это меня, честно, очень радует. Я стал изучать океан. И в этом я не одинок. Океан изучают уже не одну сотню лет. Но есть маленький нюанс. Мы о нем не знаем практически ничего. У нас есть полная карта Луны, стопроцентная. У нас даже есть карта Марса. Но у нас нет карты 90% на мирового океана. Мы знаем порядка 10%. Дело в том, что представьте себе, сколько нужно времени для того, чтобы обойти всю известную нам сушу. Походить по пустыням, погулять по равнинам, обойти все леса, прогуляться по Уралу и залезть на Эверест. Годы, может быть, вся жизнь. Даже если вы будете летать на вертолете, смотреть на все с высоты птичьего полета и зарисовывать, какую-то карту, на это все равно уйдет уйма времени. Так вот, это всего 30% нашей Земли. Остальные 70% это океан. И вот это, это вид, который называется голубая жемчужина. Вид из космоса на небольшой кусочек Тихого океана. Вот это Новая Зеландия, к примеру. Просто, чтобы вы представляли. И ладно бы мы не знали только про рельеф океанического дна. На самом деле мы ничего не знаем о существах, населяющих Мировой океан. Дело в том, что по самым смелым прикидкам специалистов, мы сейчас описали к сегодняшнему дню порядка 5% живых организмов, обитающих в океане. Официально известная цифра 226 тысяч видов. И простейший расчет показывает довольно впечатляющую цифру. Впереди у нас более 4,5 миллионов новых видов. 200 тысяч, 4 миллиона впереди. Это фантастика на самом деле. Но, конечно, эта цифра приблизительная. Мы можем смело скинуть миллион или прибавить 3. На самом деле никто этого не знает совершенно. И ладно бы все эти животные были какие-то крохотные штуки, которые... Мы-то видели, конечно, и китов, и мант, гигантских китовых акул. И все остальное неизвестно. Это наверняка что-то маленькое, что где-то прячется, его надо выкопать и определить. Но это не так. Не так давно, прошлой зимой, на берега Тасмании выбросила новый вид медузы. Гигантская плюха, в которую ученые подпекали палкой и подумали, что что-то там униката такого не видели. Помимо того, что океан так мало изучен, есть совершенно удивительная особенность. Его особо сильно никто не изучает. То есть даже в Америке, где изучение океана является, в принципе, приоритетной задачей, есть два очень крутых агентства. Одно это всем известная НАСА, которая про космос. И другое это агентство с не очень красивым названием, но... Это управление, национальное управление по изучению атмосферы и океана. Они, соответственно, про климат и океан. И они прекрасно функционируют оба. Одни изучают океан, другие космос, и тем и другим выделяют деньги, но немножко разные. И по современным расходам этих двух контор бюджет НАСА на один год позволил бы ученым из НОА исследовать океан в течение следующих полутора тысяч лет. И совершенно непонятно, почему мы так рвемся в космос, безжизненный и холодный, когда у нас под носом есть целая Вселенная, которую мы еще практически не знаем. И в ней обитают пришельцы уж наверняка. Потому что Джеймс Кэмерон, который погружался на глубоководных обитаемых аппаратах снимать Титаник, насмотрелся там на таких зверей, что вынырнул и сказал, «Титаник хорошо, но я буду снимать аватар». И снял, на самом деле, несколько еще подводных фильмов. Снял аватар, в котором он скопировал очень много подводных животных. И морским биологам очень весело смотреть этот фильм и выяснять, на каких же животных похожи те или иные звери из аватара. Вот, например, семена того дерева, которые там на всех сажались, это маленький рачок и бибода, морские лилии и гременик. Ну и двигается, например, как медуза. И ладно, к нам были только пришельцы. На самом деле в океане скрыто совершенно фантастическое количество ресурсов. Это и нефть, это редкие металлы, это минералы, это кислород, которого там от 50 до 85%. Именно океан и фитопланктон, микроскопические одноклеточные водоросли, являются легкими планетами, а вовсе не тропические леса, как нас учат по телевизору. И еще там плавает еда для 2-3 миллиардов людей, которые напрямую зависят только от рыбных ресурсов. Ну и деликатесы для остальных 4 миллиардов. Ну, у нас здесь океан с кучей ресурсов, и на этой чаши лесов космос. С какими-то, в общем-то, довольно неясными перспективами. Изучать, конечно, нужно и то, и то, но эта разница не очень понятна. Я подумал, не, ну это не дело, надо как-то помогать. Стал морским биологом, проанализировал ситуацию, оценил объем неизвестного, и думал, так, давай помогать. В одиночку я, конечно, могу за всю свою жизнь изучить пару-тройку видов медуз, написать статьи в пару известных журналов, опубликоваться, возможно, даже стать крутым ученым, и довольно, ну, быть уважаемым человеком. Как бы здорово. Но я не закрою даже одного процента этого неизвестного. Какой там одного? Если я буду очень-очень стараться, может быть, меня хватит на одну сотую. И я решил зайти немножечко с другой стороны. Нам нужно больше исследователей. И если меня в свое время впечатлил дяденька в красной шапочке, и я стал заниматься морем, как и многие другие, насмотревшись его передачи, то, кто сегодня впечатлит детей быть будущими морскими биологами, океанологами, авантюристами. Мне кажется, что детей главное научить быть любопытными, показать им мир, в котором интересно, в котором действительно интересно. Дальше они уже сами справятся, дети так устроены. Как это сделать? С помощью ярких историй, впечатляющих фильмов и красивых фотографий. Смешаем это с наукой и получим чудо. Чудо называется популяризацией. И сейчас самый лучший момент, чтобы ей заниматься. Как было раньше? Раньше водолазы, такие красивые накачанные мужчины с серьезной физической и психологической подготовкой надевали абортуния, в котором можно было утонуть гораздо проще, чем вынырнуть. Брали камеры пленочных в самодельных боксах и ныряли под воду. Снимали за 40 минут, час, в лучшем случае, несколько кадров. У вас же пленочная камера, вы даже пленку не можете поменять. Потом оттуда выбирались, добирались в течение недели или месяца или трех в лабораторию, сдавали туда свои километры от снятой пленки. Еще через некоторое время из лаборатории эту пленку возвращали. И они такие, ничего не получилось или что-то получилось. Потом долгий монтаж. В общем, прежде чем попасть на экраны телевизоров, которые тогда еще не у каждого были, ваши подводные съемки должны были пройти целую полосу препятствий. Сейчас ситуация кардинально другая. Современные фото- и видеокамеры достигли таких невероятных высот, то сейчас вы можете снимать супер 4К слоу-моушен с помощью маленьких коробочек, засунутых в другие маленькие железные коробочки, выныривать, отсматривать тут же весь отснятый материал, гигабайты, монтировать это прямо на коленке на мощном ноутбуке и отправлять в любую точку света с помощью другой крутой современной технологии, которая называется интернет. И мы живем в отличное время, потому что никогда прежде знания не было так легко распространять, как сегодня. Сейчас вы можете поделиться любой историей, любой крутой фотографией в один клик с десятками, сотнями, а то и тысячами людей. Конечно, лучше всего распространяются котики, но на самом деле крутой научпоп не отстает. И те же лекции TED перевалили за миллиард, это о чем-то говорит, о ролике про гигантских кальмаров и красивых медуз, на ютюбе набирают миллионы просмотров. Но таких роликов пугающе мало, именно потому что океан изучает не очень много, а талантливых людей, которые снимали бы в рамках своих научных программ еще и действительно качественные подводные ролики, их можно попасть на пересчитать. Сложим все это вместе. Океан очень мало изучен, его еще изучать, изучать, но морские биологи вроде как это любим. Второе, мы хотим снимать потрясающе красивые фотографии и ролики, показывать их детям и взрослым, впечатлять их хорошими историями. И третье, у нас есть суперсовременная техника, которая позволяет нам это делать на совершенно фантастическом уровне, который даже не снился Жаку Иву Кусто и его команде, и вообще людям прошлого. Так у нас все карты на руках. Давайте делать собственную подводную Одиссейю, но чего-то не хватает. Корабль. Точно. На самом деле я вынашивал идею большую экспедицию уже много лет. Я присматривался к каким-то кораблям, смотрел на люксовые суперяхты, смотрел на старые военные корабли, которые продают как металлолом, и думал, что вот я сейчас подрасту, стану немножечко поизвестнее, может быть опубликую пару книжек, заработаю на них, обо мне узнают. И годам к 35-ти я начну искать корабль. Ну как? Планировал я это все. Я так ручкой подбородок подпер и думаю, было бы здорово. У Кусто корабль появился в 41 год, так что у меня в принципе была фора. И я подумал, ну когда-нибудь это получится. Но вы знаете, если в жизни чего-то очень сильно хочешь, в чем не так, что, ну там, хочешь, а начинаешь что-то делать в этом направлении, как-то работать, шевелиться в нужную сторону, то откуда-то приходят возможности, о которых вы даже не думали. Так и получилось. Мне два года назад позвонил старый знакомый и сказал, что у него как раз простаивает яхта океаннического класса и не хочешь никакой парень каких-то кругосветных. Я подумал, класс, вот и корабль. Ну так и завертелось. Признаюсь честно, я никогда в жизни не организовывал кругосветных экспедиций. Я более того, даже не прочитал ни одного руководства по планированию подводных Одессеев в Селикусток, поэтому вся наша подготовка это такая импровизация на основе здравого смысла, какого-никакого морского опыта и полного отсутствия страха провалиться. За год мы составили проект трехлетней кругосветной экспедиции, рассчитанный на пройти 35 тысяч морских миль через три океана. Все красиво и классно. Провернули довольно большое количество работы, связались с морскими биологами со всего мира, составили большую научную программу и, в общем, сделали очень-очень-очень много работы по подготовке. Я все время говорю мы, потому что я один такой дурной. У нас, на самом деле, целая команда энтузиастов, которые делают это и бодрые биологи, и кандидаты науки, и янцмены, и подводные операторы, и даже спасатели МЧС, и, конечно, главный человек экспедиции – это повар. Мы даже запустили краудфандинг, потому что решили, как-то нам надо финансироваться, потому что мы такое дело большое затеяли, но надо, наверное, на это денег как-то найти. И есть такая штука популярная нынче – краудфандинг, когда вы запускаете интернете проект, говорите, ребята, у нас такой классный проект, давайте скидываться на него все. У нас краудфандинга было даже два. Один был суперуспешный на российской площадке, мы набрали 2 миллиона рублей, счастливые. Потом запустили международный краудфандинг, подготовившись, гораздо лучше провалились на нем. Но все равно набрали еще миллион. Но главное, что мы вынесли из краудфандинга – это вовсе не собранные средства. Это понимание того, что мы стали двигаться в нужном направлении. Есть такое золотое правило, которое стоит в жизни использовать. Когда вы что-то делаете, постоянно спрашиваете себя, не фигню ли я делаю? Оказалось, что нет, не фигню. Тысячи и тысячи людей, которые нас поддержали, вложились в проект или просто написали нам слова поддержки, четко дали нам понять, что мы делаем что-то важное, интересное и действительно значимое. Еще человек 200-300 захотел к нам присоединиться, войти в команду. Одна серьезная женщина даже написала разоблачающее письмо, в котором сказала, что она точно знает, зачем мы отправляемся, налаживать контакт с подводными цивилизациями. Ее пришлось убрать. Но вернемся к собранным средствам. Эти 3 миллиона, они кажутся такими большими деньгами, но на самом деле такая эпическая авантюра на 3 года с яхтами, подводными съемками, крутым водолазовым оборудованием, подводными роботами, она стоит очень-очень дорого. То есть у нас это вышло на неподъемные 140 миллионов рублей. Поэтому те 3 миллиона, которые мы собрали, это всего лишь пара процентов от суммы, которая нам реально была нужна. Мы попробовали поискать спонсоров, которые могут за рекламу или за престижа ради поддержать нас в такой интересный проект, но не особо пока в этом преуспели, потому что у нас в последний год такая чудесная ситуация, что сейчас только спонсоров искать, они все прячутся по углам и сами ищут себе каких-нибудь других спонсоров. Вот эти новости посмотрите там просто. Но тем не менее, благодаря краудфайзингу и широкому освещению мы обросли техническими партнерами, которые снабжают нас техникой для водолазных погружений, водолазными костюмами, связью, топливом. И нашли информационных партнеров, которые нас тоже поддерживают и будут писать про экспедиции в самых разных странах, не только на русском, но и на английских языках. И что еще прекрасно, мы нашли несколько людей со своими собственными яхтами, которые даже не надо щенить, которые готовы их нам предоставлять на разных этапах экспедиции и включаться с нами в поход. Вообще, конечно, если у вас так сходу не получилось взять огромную гору и сразу набрать каким-нибудь краудфайзингом на весь ваш огромный проект 3 миллиона долларов или 140 миллионов рублей, надо идти шагами поменьше, подумали мы. И разбили экспедицию на 10 этапов длительностью в среднем по 3-4 месяца. Каждый этап мы очень детально прорабатываем. Мы изучаем законы тех стран, в которых придется погружаться в территориальных водах, там у каждого свои правила. Мы изучаем карты глубин, течений, часами сидим, пытаемся выставить маршрут и определить точки погружения, где лучше всего. Поднимаем всю научную литературу, которая имеется. То есть для построения маршрута по Средиземному морю мы проанализировали больше 120 научных статей и 4 толстых монографии по планктону. Также мы договариваемся о сотрудничестве с научными институтами этих стран и заодно приглашаем на борт местных специалистов по флоре и фауне, которые нам, конечно, помогут. Потому что, как бы хорошо вы не подготовились, всегда человек, который в этом море провел уже не один и не два года, знает все гораздо лучше вас. Что мы уже начали делать? Вообще, большой старт всей этой экспедиции у нас начнется, у нас запланирован на 2016 год. Можно сказать, что мы начинаем такой сериал подводный Одиссей, который мы сможем дополнять и как-то усложнять или изменять по ходу. Но уже сейчас мы начали делиться всем, что мы уже наработали в соцсетях, потому что мы возимся под водой уже не один и не два года. У нас очень большое количество самых разных съемок и очень много животных, которых мы показываем. И этим летом мы уже начинаем съемки пилотных серий на Беломорской биостанции за полярным кругом о жизни в Северных морях. Это наш водолаз Ольга. А сверху у нее маленький рачок. Что мы вообще рассчитываем получить в итоге? Вообще подводные съемки это классная вещь сама по себе. Один из ученых, который поддерживает и курирует нашу экспедицию, Вильям Хэмнер, это легендарный морской биолог, он уже старенький дедушка, но все еще очень бодрый. Он рассказывал, как они своей командой еще в 75-м году опубликовали несколько очень серьезных статей и сделали, в общем-то, серьезную научную работу, основанную на минутных видеосъемках. Это, на самом деле, фантастика, потому что вам просто съемки некоторых животных, которых никто никогда до этого не видел, могут дать информацию для довольно большой статьи, чтобы просто видеть, как животное живет. В основном это касается тех животных, которых не удается достать на поверхность это всякое жилетелое. Это медузы, грибники, сальпы, вот все то мягкое, что вы тронете, оно превратится в бесформенный комочек соплей. И Вильям Хэмнер рассказывал, как они ныряли с пластиковыми планшетами и зарисовали этих животных питание. Зарисовывают, как он, значит, открыт муртом плавает. Потом, говорит, закрыл рот, стал выглядеть вот так. Сейчас все это можно снять просто. Щелкаем два раза. И такие съемки, они будут использоваться не только для научного анализа, но и в образовательных целях. Уже сейчас на нашей фотографии есть в некоторых новых учебниках биологии, их используют для презентации студентам биологических, идеологических факультетов МГУ, например, и некоторых других вузов, кстати, в России. Но помимо научно-образовательной части, есть еще развлекательная часть. И это тот самый научкоп. Мы планируем снять полнометражный научно-популярный фильм и издать несколько книг. За последние несколько десятилетий в России не было снято ни одного фильма научно-популярного, которыми снимала исследовательская команда. С книгами примерно такая же ситуация. Помимо того, мы собираемся всех встречных животных собирать для анализа ДНК и создавать базу данных по встречным видам, что позволит потом будущим ученым узнавать, где какие животные живут и в общем анализировать очень много вещей просто по этой базе данных, где есть в каждой фотографии, в каждом видео привязка координаты температуры, сезон, соленость, где животное было встречено. Таким образом, мы рассчитываем поднять, мы рассчитываем сделать довольно большой шаг в области подводных наблюдений и исследований и значительно поднять планку популяризации науки. Конечно, у нас есть какие-то риски, у нас может ничего не получиться, потому что задачу мы себе поставили глобальную, но честно могу признаться, что полтора года подготовки экспедиции это были самые интересные полтора года в моей жизни и я уверен, что самое интересное еще впереди. А главное, это наша мечта и как-то очень будет нелепо, если кто-то ее сделает за нас. Поэтому мы идем вперед. Но вообще за каждой экспедицией, за каждым большим проектом должна стоять какая-то идея. Например, мы идем искать акулу-убийцу, мы будем нырять в поисках Атлантиды, мы просто хотим нырнуть глубже всех, в конце концов. У нас таких идей много, потому что никто не знает, что получится в ближество открытий и происходит случайно. Но основная наша идея это показать, что нет ничего невозможного. Самые сложные, самые амбициозные проекты всегда начинаются с чем-нибудь шуточной фразы. Ребята, давайте построим коллайдер и поймаем базон. Ну, построили и поймали, в общем-то. В нашем случае все начинается с мечты. И если мы впечатлились в свое время книгами и передачами, которые по-настоящему нас вдохновили, мы начали заниматься морской биологией, меня лично вдохновил кусток, который показал мне и всему миру красоту океана. Мы хотим, чтобы наши дети, ваши дети и вы сами росли любознательными исследователями, авантюристами. и настоящими романтиками. Это чертовски интересная жизнь. Мы можем показать вам океан, показать его таким, каким вы его еще не видели. Присоединяйтесь, мы уже начали. Спасибо.